Субтитры делал DimaTorzok 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 Огоньки Шикарно Шикарно! Субтитры делал DimaTorzok 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 Шикарно! Субтитры делал DimaTorzok 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 здесь открываем он выглядит вот таком темпе очень большой куда я буду все это лошадь я не знаю ладно в общем вот таком темпе выглядит темпе вот мой мой язык русский так уай какие заварушки слушайте она большую иначе здесь молния хорошая шикарная хорошая плотная смотрите такие тут и большие ячейки тут сразу несколько трусов поместится а вот чего я теперь поняла смотрите как здесь идет здесь как бы до трусов всего есть возможно или здесь для лифчиков есть для трусов или пример здесь для трусов здесь к примеру для носков надо носков уже сделана коробочка специально и на класс кстати забыла сказать у меня же должна быть прозрачной крышкой на ее нету хотя размеры те же но прозрачной крышки нет у меня все равно другая но ничего страшного не даже прозрачной крышкой не нужна была сама по себе на но очень большая и так очень всем привет значит сейчас я буду готовить эти что потому что очень много тыквы и очень не решила первое это что приготовить это кексы как это не то что кексы а большой кекс в общем здесь у меня уже подготовлена здесь у меня тоже лучше запеченная в духовке ты так сказать она сделает довольно быстро я не знаю на каких градусов уж ладно в общем вот запеченная такая вот тыква очень много с не сходит сока кстати как это вот масло настоящий тыква тоже очень сильно полезно вот в общем 200 грамм не сильно не 200 грамм очень надо про пюрироваться это взять короче пюре значит здесь у нас два яйца значит 7 столовых ложек сахара и плюс 100 грамм раз но не растопленного а размягченного сливочного масла нужно вот так слегка порезать на кусочки чтобы венчик не сломать и перемешать все до однородной консистенции короче делать короче будем сейчас пюре пюре реально пахнет тыквой я не знаю вот как бы с кабачком как бы это смотрелось мне кажется желаете зачем не то что кажется просто смотрится как сонно я не знаю делаю кабачковую икру так значит к этому можно еще 100 миллилитров молока очень сразу хочу сказать надо подобрать ребят очень большую тару потому что оказывается это все нужно вмешивать сюда она маленькая очень 100 миллилитров молока вместе с этой штукой сразу сюда это наверное знаете почему потому что тыква у нас горячая типа его холодным сразу разбавлять чтобы здесь яйца не но она у меня холодная в принципе с нами не горячая то есть я смотрела чтобы не почащена такая узнать как кипяток горячие как же банка так 1 8 ложь такая вот она будет добавлена значит сразу вместе с молоком теперь это все тщательно надо перемешать сюда также входит какао потому что какао нам с вами нужно для того чтобы сделать кекс зебра будет только он идет с добавлением тыквы поэтому там такая же как бы комплектация идет то есть нужно это все разбавить по мискам то значит добавить в одну столько-то ложек какао и потом то есть чередовать по 3 столовые ложки так в общем тщательно-тщательно нужно перемешать затем что будем брать муку первыми из тыквы не 200 грамм ну как я вам высчитаю это 200 грамм еще хочу сказать то что морозилка так морозит то что это капец в хорошем смысле потому что короче тыква у меня ее вытащила она аж вся липкая как узнать и по снегу идешь минус 35 он хрустит аж прямо вот капец конечно этот холодильник так сильно не морозит вот еще хочу сказать про пижаму то что давалась пуговичка специально чтобы на ваше усмотрение если вам так неудобно хотя скажу честно даме так не очень нравится чтобы есть было пуговичкой ты то есть так это закрыла и все так вот так сразу как тут я не знаю более менее мне кажется по нормальному чему-то ночью не знаю пока что оставлю так потому что не хочу там как-то зашивать портить я не швея в принципе там чтобы все это идеально так я думаю мы это идеально уж перемешали не знаю как как-то странно сейчас вот так сильно не соединился думаю так и должно быть жалко конечно то что не написано какой консистенции должно быть тесто на общем потому что не знаю много мало мы посмотрим в общем во первых это тыква очень сильно вы сами знаете сочно и поэтому она даже при запекании выделила очень много природного так скажем масло короче 280 грамм муки и плюсом 10 грамм сейчас найдем так так сюда не входит ваниль наверное не надо потому что нам надо для обсыпки посыпи точнее сверху когда он полностью остынет этот пекс с сахарной пудрой я хочу показать еще такую красоту весь тупо все для выпечки в общем я взяла корицу это просто потому что есть еще некоторые там выпечки или друг не понадобится слегка посыпать много не буду не буду делать рулет уже потому что я его скажу объелась она мне очень сильно зашел очень понравился далее я приобрела сахарную пудру хотя если у нас не сломалась бы кофемолка то я помогла сахарная пудра будет домашних условиях бы делать сколько угодно далее мы нашли кунжут мы не могли его найти мы нашли кунжут в этой же как вам сказать магните поэтому я тоже убрала чтобы так на всякий таким моим какао то есть чуть-чуть осталось попрос хватит так а сейчас будем все это мы фигачить можно то сюда добавить перемешать но опять же не знаю сколько надо муки звук ванцы поэтому буду буду отдельно делать это все нужно вместе с улюшим щепотку нужно будем постепенно водить мешаем я думаю она же быть как у кекса то есть такая слегка затяжная не затяжная одновременно то какая между средней наверно я не знаю в общем я от 4 тарелки делала уже несколько рецептов некоторые из них получались некоторые нет то есть у всех по-разному идет опять же я не знаю может у меня много тыквы получилось а может быть надо вообще больше муки в общем я разделила на две части я думаю что одинаковых вполне так и теперь отметить все грязно значит нужно какао 2 столовые ложки и влите оставшееся молоко то есть там общая масса этого молока 125 а вы влилили 100 то есть эти 20 миллилитров нужно потом еще вылить туда где будет какао как пол я добавлю еще чуть-чуть я просто люблю какао вот так и более у меня тесто получилось побольше поэтому на принципе муки получилось побольше я так и решила добавить еще чуть-чуть все грязно так и сюда облить оставшееся молоко ну оставшись я уже не брала так возьмем вот так недовольно было лет 25 давайте еще чуть-чуть оливьем на глаз так вот в общем берите какао если кто не знает дайте какой атлет и потому что в общем я с ним только чего не можно сказать и кекс и так но пить его мощная не надо потому что это какао конечно настоящее уж прямо она специально для кощу кондитерских изделий всяких в общем по три столовые ложки чередуем сначала белые три столовые ложки потом черта скажем три столовые ложки белую черную 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 и как обычные зебра вот и на 175 градусов но я поставил где-то вот настолько больше 50 минут В общем, сейчас будем пробовать дегустировать. В общем, здесь у меня был кусочек, его уже съели. Пахнет, какатика, тыквой. Прямо насыщенно пахнет тыквой. То есть, какао даже не перебило эту тыкву. Кстати, в общем, получился шоколадный тыквный вкус. Ребята, это вкусно. Очень нежно. Воздушно. Очень классно, то есть тыква чувствуется, так скажем, насыщенно. Насыщенно, но не так, знаете, потому что я не люблю саму тыкву. В общем, мы недавно делали так. Мы брали тыкву, решили попробовать еще раз рецепт. Просто запеченной тыквы с сахаром. В общем, я попробовала в горячем виде. Сначала заходит половинка, потом нет. Так я тыкву чисто видеть не люблю. Потом решила, думаю, может она остынет, сахар впитается. Туда попробовала, тоже нет. Поэтому очень классно с тыквой идет выпечка. Реально. В общем, показываю вам еще одну. Как она на мне смотрится. Это вот Good Morning. Вот она вот такая. Штанишки я оставила еще эти, потому что холодно в тех. И оно, ребят, реально маломерка. То есть, это вообще я в шоке реально. Уж настолько размеров, как можно не угадать. Просто реально маломерка как раз вот подходит на мой размер. Потому что я же брала по размеру на этой сетке. То вот. Лента. В общем, сейчас я вам покажу покупки. Что купили. Давайте начнем с этого пакета. В общем, не заменили творог на другой. Потому что там будет творог 500 грамм за 100 с чем-то рубли по скидке на мою. Поэтому савушки. Вот. Савушки. Потом молоко. Это до 22-го. До 9-го. Значит, потом. Хохланд. Свеч. Хохланд. Свечной плавленый сыр. Вот. Далее. Вот такие вкусняшки. Вот. Очень сильно мне они понравились. Быстренько их разогрелось. Ехать. Так. И вот такая. Санта Брэмор. Так. Здесь у нас все. Так. Начнем с другого пакета. В общем, мне заменили еще мыло. И вроде как булочки. Я хотела, в общем, другой хлеб. Пражский он у них. Или парижский какой-то называется. Интересно тоже их выпечки. Ну, в общем, так получилось, что... Другой. В общем, что вам хотела сказать. Это про штаны. В общем, реально маломерка. И они, как сказать, подходят больше на лето. Так. Кстати. Посмотрите, что попалось. Мини-лен. Посмотрим, что в этот раз там нам попадется. Потому что реально у них очень сильно прикольные такие штучки. У нас, кстати-ка, уже такая есть. Такая вот. Я хотела у них большой. Но они им дали вот такой, который за 18 серплей. Такой вот, как бы, средненький. Но он тоже нормально, точка. Он мягкий. И у них прямо... Сейчас покажу. Прямо у них он зажаристый. Как этот. Как круассан какой-то классный. Очень мягкий. Значит, далее мишки Барни. С молочком убрать. Ой, у них целых три дали. Офигеть. А что так много? Значит, далее два апельсина. Значит, потом такая вот горький шоколад. Я его обожаю. Обычно у нас ничего нормально, да? Так, нормально. Убрать. Нам целых три ожидали. Я в шоке. Значит, потом майонез маленький. Очень сильно нам понравился. Лично мне итальянский кетчуп. Попробуйте от Хайнс. Он прямо реально итальянский. Потом, значит, мыло хвойное. Затем, значит, так это баночка. Значит, это у нас кукуруза сладкая. Потом роллтон. Так, и очень много моркови, потому что мама хочет замутить икру к обочковую. Вчера мы ее делали. Кстати, она получилась очень сильно вкусной. И мама хочет сегодня повторить только уже тяточку по-другому с кетчупом. За место, короче, этой пасты. Ну, там уже, короче, пасты добавлять. Вот, мы ее не покупали, поэтому за место этой пасты заменим как вот на вот этот кетчуп. Но мы это не будем по банкам раскатывать, потому что у нас холодильник не выдержит. У нас плохой холодильник выдержит консервации. А кабачковую икуру только держать в холодильнике надо. Поэтому мы сделаем, чтобы на поесть. Ребята, опачки, вы посмотрите, кто это. Ничто не говорит об этом. Прикиньте, вот это вот реально находочка. Energy. Вау, 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 вау. Посмотрите. Fresh. Лента fresh. Она же такая мягкая. Это все, ребята, на ручки одевают. У них присоски очень фиговенькие. Класс. Прям целая коллекция, может сказать, у нас. Еще открываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова